Здравствуйте! В эфире «Город С» Татьяна Дмитриева. Для чего созданы общественные советы микрорайонов? Какие проблемы можно решить с их помощью? Об этом будем говорить сегодня и в нашей студии председатель ОСМ номер 11 Шибко Сергей Капонкин и заместитель председателя ОСМ номер 14 Ипподром Дмитрий Писарев. Ваших вопросов, особенно от жителей промышленного района, мы ждем по телефону 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Сергей Анатольевич, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как давно вы занялись общественной деятельностью и какая ваша основная профессиональная деятельность, чтобы мы понимали, в какой сфере вы профессионалы? Ну, с Сергея Анатольевича, наверное, начнем. Ну, общественной деятельностью я уже начал заниматься, наверное, где-то с 2010 года, будучи сотрудником управляющей компании. На тот момент я пришел в компанию управляющую, работать на должности начальника отдела. И в тот момент как раз и началась моя общественная деятельность, помимо основной работы. Ну, и как раз с того момента очень активно включился в общественную деятельность. То есть вступил в партию. А вот что подтолкнуло? Вы работаете, у вас есть работа, очень серьезная, да, управляющая компания. Там очень много ответственности, занятости и так далее. И вдруг тут вот такое направление? Ну, наверное, подтолкнул, честно скажу, сын мой. Выходя из дома, он увидел вокруг подъезда очень много мусора. Так. А вы раньше не видели? Нет. Только когда сын вышел. Почему-то именно в этот момент, в этот определенный день. Он мне сказал, пап, почему так у нас много мусора? Я говорю, ну, наверное, кто-то не убрал. Он говорит, может быть, мы с тобой уберем? Ну, я говорю, ну, если мы не торопимся, не опадуем, то давай все-таки уберемся, наверное. Давай. Ну, мы с ним как могли. Прибрали мусор, положили в урну. И вот, наверное, вот это был, наверное, толчок для меня основной. Что, наверное, стоит заняться общественной работой, может быть, навести где-то порядок. Чтобы не самим только убираться, а еще привлекать своих людей. И чтобы потом они в дальнейшем еще и не мусорили. Скажите, Дмитрий Владимирович, вы почему вот ушли в такое направление общественное? Ну, потому что мне это, по крайней мере, интересно. Потому что я занимался спортом, можно сказать, как с крайнего... А профессиональный вы смартсмен? Да, футболист. Футболист, ох. Вот, и, соответственно, все время бегал на площадках, в дворах. Вот, потом уже на футбольных полях. Ездил, соответственно, на заграницу. Вот, и мне это не было интересно. И потом стал увлекаться общественной деятельностью. Стал смотреть, какие у нас площадки спортивные. Вот, потом уже совместно с общественниками давайте благоустроить данную территорию. Организовывали, соответственно, матчи футбольные там для молодежи. Вот так на все начиналось. То есть основное направление и ваше, и ваше – это благоустройство. Да. Получается, и желание, да? В первую очередь это да. Понятно. А вообще общественные советы микрорайонов, как давно они образовались? Потому что у нас всегда были на слуху ТОСы, и они выполняют определенную, значит, свои какие-то функции, общественные нагрузки. А вот микрорайоны почему образовались, советы микрорайонов? Ну, они образовались не так давно, по инициативе губернатора Николая Ивановича Меркушкина, образовались они в апреле месяце. Совсем недавно, то есть. В середине. Да, в середине апреля. И за такой короткий срок, наверное, мы вот начали действительно с маленького, идем постепенно к большим своим намеченным целям. И ТОСы, как вы уже сказали, они были, они есть, они и существуют. А мы как параллельная, скажем, организация, параллельно общественный совет создали, который непосредственно также будет взаимодействовать со всеми органами власти. И решать определенные какие-то вопросы своего непосредственно микрорайона. Только микрорайон? Ну, в первую очередь только микрорайон. Да, в первую очередь. А какие у вас направления деятельности? Ну, благоустройство вы уже озвучили. А что еще? Ну, в первую очередь мы принимаем обращение граждан по каким-либо проблемам, соответственно, и информируем, что будет проходить, какое благоустройство в данном микрорайоне. Какие будут общественные услышания, что мы хотим увидеть. Узнаем, делаем социальную карту района. То есть, какие у нас дворовые территории, в каком состоянии находятся, в удовлетворительном, не удовлетворительном. Есть ли футбольные поля, соответственно. В каком состоянии у нас внутриквартальная дорога. Мы полностью, какие у нас пивные киоски стоят, на какой территории, да, со школы, детским садиком. Мы этот момент уже контролируем и берем, так сказать, в средстве проблем и уже делаем эту карту. И, соответственно, на основании заявления граждан, согласно общественному советовому положению есть, мы принимаем у них заявление, чтобы заявление не от одного человека. А чтобы у них была инициатива, инициативная группа именно от Совета квартирного дома, чтобы именно сплотить всех. Мы являемся таким определенным связующим звеном между Советом МКД и ТОС, и жителями, и администрацией. Мы, получается, берем полностью их заявление, курируем за конечное решение, то есть являемся как и контролирующим органом по исполнению каких-либо обязательств. А вот уже доверие и интерес со стороны жителей к вам, к Советам микрорайонов, проявился как-то? Чувствуете вы его или нет? Ну, действительно, он есть уже, потому что мы, как только создался общественный совет, мы приступили непосредственно к знакомству с жителями напрямую. Мы проводим встречи, встречаемся, можно сказать, в свободное свое время, ну, это в основном по вечерам. Приглашаем жителей домов, близлежащих, то есть в определенном месте, то есть на детской площадке, либо где-то возле подъезда. Они откликаются? Потому что сейчас такое время, что лишний раз не дернешь человека, не заставишь его прийти, там что-то расписаться, где-то выслушать. В первую очередь они откликаются на это, да, потому что им интересно, что это такое общественный совет. Когда они понимают, что это, для чего создался общественный совет, они, конечно, уже понимают, что, наверное, это еще один определенный орган, который может воздействовать на какие-то... Который могут идти в помощь, самое главное. Да, именно в помощь, который может прийти поделиться своей проблемой, и который услышат, и помогут ее решить каким-то образом. Понятно. Вот Дмитрий Владимирович сказал, что есть такой определенный рейтинг проблем после общения с жителями, вы его для себя составили. Вот можете озвучить, какие проблемы самые актуальные, и где уже градус снижается? Ну, самое актуальное, это, естественно, то, что у нас постоянно прорывают трубы теплосети. Все-таки ЖКХ, да? Вот, естественно, ЖКХ в первую очередь, вот, потому что сначала люди с утра встают, в 6 утра сливают, соответственно, горячую воду, идет холодно, это в первую очередь, конечно, вот это. Вот, но сейчас ведутся ремонтные работы, и во многих теплосети иногда не повещают об этом. Вот, но сейчас это лето, вот, это в первую очередь. Второе, это, конечно, благоустройство дворовых территорий, допустим. Мы объясняем, как подать заявку в двор, в котором мы живем, вот, как это лучше сделать, вот, и чтобы благоустроить свою территорию. Вот, и люди потом своим интересом отвлекаются, мы потом проводим вместе с ними субботники совместными жителями, приглашаем их к России, соответственно, фотографируемся и подаем заявки в администрацию, что на следующий год попытать счастье выиграть данный приз. Да, вот, Сергей Анатольевич, вы, как работник управляющей компании, вы уже вот и изнутри видите проблемы, и со стороны жителей тоже, вот сейчас как общественник, да? Вот, что сегодня актуально вот в этой сфере, в области, что нужно знать людям, и главное, как активно проявляться, проявлять себя, чтобы проблемы все-таки решались, вот эти вот жилищно-коммунального вот этого блока? Ну, активно проявлять себя нужно, наверное, начинать с того, что прийти и рассказать о своей проблеме в общественном совете, в первую очередь, просто прийти, то есть, и поделиться этой проблемой. А в ходе разговора уже понятно будет, какая проблема, с чем она связана. Элементарно, там, если у жителя прорвало трубу, то есть, да, он идет в управляющую компанию, то есть, добивается, чтобы там исправили, как-то отремонтировали, еще там что-то, то есть, ну, в принципе, как бы, это перво-наперво прийти и огласить свою проблему, но решить ее, вот, с точки зрения, как сотрудник управления компанией, ее всегда можно быстро, оперативно, как бы, потому что я являюсь сотрудником управления компанией, я могу это напрямую адресовать непосредственно ответственному, кто курирует, как бы, этот дом, то есть, реалу, участку определенному, то есть, и решить эту проблему оперативно. А со стороны общественника, все-таки, я пытаюсь вникнуть ее, как житель, и принять ее, как бы, на себя эту проблему, и прочувствовать ее до конца, чтобы житель тоже мог понимать прекрасно, что он пришел не просто к кому-то, а вот поделиться своей болью, там, определенной. Понятно. К нам уже поступает первый вопрос от телезрителей, я еще раз напомню, телефон 202-11-22, звоните, у нас еще есть время. Если вы живете в 11-м микрорайоне, в 14-м и вообще в промышленном районе, то у нас вот сегодня гости, которые какие-то проблемы помогут вам даже разрешить. Сергей Иванович задает вопрос, что мешало до этого вам заниматься общественными советами, насколько точно вы обещаете выполнять действия, о которых говорите, и какое наказание вы готовы понести, если вдруг со своими обещаниями не справитесь? Вот видите, как вот, с одной стороны, плюс, да, активные граждане не только слушают, но еще и сразу вперед смотрят, что вот обещают, обещают, да, какие-то вот общественники, потом уходят и все, забывают, а проблемы решаются. Ну, смотрите, общественной деятельностью мы уже занимались уже до 2008 года, вот, Сергей занимался с 2009 года, то есть мы уже не новички в этом деле, вот, и многие делали проекты, которые, как бы, очень социально значимые. Например, чтобы не быть голословным. В том, это помощь, получается, организации лет с футбольным вичом, вот, соответственно, проекты. Дальше, получается, в помощь организации, точно так же, как я участвовал на форуме Иволга, вот, Селигер, те же самые молодежные форумы поддержки, потом различные молодежные проекты, допустим, по образованию. А вот если конкретно, вот, по 14 микрорайону, по ипподрому, вот, по этой территории, что-то есть там какие-то проекты, которые уже реализовались? Да, то есть, смотрите, вот, которые вот, вот, мы 16 апреля уже организовались, то есть это ОСМ номер 14 ипподром, можно за это время привели уже 5 субботников, вот, облагоустроили, могу сказать, какие-то дома даже, вот, покрасили место совместно с жителями, пригласили на субботники. Это, в первую очередь, Новосадово 3745, Новосадово 353, Новосадово 353А, улица Аменева 9, 11, 13, 15, соответственно, Губаново 8, 10, 4, вот, это касается, ну, на другой территории Перел, Приволжский ТОС. Это Московское шоссе 276, 278, это Бубново 4, это Проспект Кирово 405, 407, также у нас Проспект Кирово 326. У вас очень хорошая память, я хочу сказать, вы так перечисляете улицы и дома, что даже... Я свой микрорайон очень хорошо знаю, я в нем вырос, я в нем родился, и, соответственно, и каждый двор я прекрасно очень хорошо знаю, и я каждый день общаюсь с жителями, и получаю от них те же самые проблемы. Понятно, конкретные адреса, сделанные работы вы назвали. Да, мы уже поздравили, кстати, в этот период уже ветеранов Великой Отечественной, на нашей территории проживает 105 человек, мы всех 105 поздравили, с призами, с паёк сделали, вот, на полгода. Да, ну это вот замечательно. Следующий вопрос от Екатерины. Что будет строиться на месте, где сегодня находится кинотеатр Шибко? Это конкретно, наверное, к вашей территории? Я могу ответить, но, насколько я осведомлен в этом вопросе, то там хотят открыть что-то вроде музейного комплекса. То есть такового кинотеатра уже навряд ли там будет, а именно музейный комплекс, чтобы каждый житель не только микрорайона, но и нашего города мог прийти и ознакомиться, то есть с определенными достопримечательностями. А микрорайон, наверное, всё-таки и самые Шибки, как бы, то есть вот... А мнение общественности как-то учитывалось при том, вот, когда вот решили там делать музей, вот этот комплекс? Да, безусловно, это мнение в первую очередь и учитывалось, потому что, насколько я знаю, проводились опросы конкретно, чтобы жители хотели там видеть на месте Шибки. И, ну, большинством голосов, насколько я помню, это было, наверное, что-то культурное, именно культурное, то есть не кинотеатр, а что-то вот в виде музея, может быть, какой-то выставочный зал, может быть, картины галереи или ещё что-то. Понятно. Ну, вот Сергей Иванович затронул такую тему ответственности, да, общественника. Вот вы чувствуете свою ответственность в этом деле и в чём она, чем она подкрепляется, в чём она проявляется вообще? Вот как быть ответственным общественником? Ответственным общественником, я вам могу сказать, у нас в микрорайоне проживает житель, бабушка, ей 88 лет, будет 30 июня. Так. Когда она пришла к нам на слушание и задала мне вопрос, когда же, вот в конце концов, вот наведёт порядок возле моего дома, вырубит листву, то есть там вот, ну, немножко просто было вот приятно. То есть, ну, мы своими силами, то есть силами жильцов вышли на субботник, вырубили эту листву, подготовили, ну, очистили территорию. Так она настолько высказала слова о благодарности, они были настолько приятны, а у неё на глазах были слёзы. Поэтому вот это, наверное, самое важное, и настолько это, вот, для меня это ответственно, что в виде слёзы пожилого человека об этом, как бы, задумываешься до глубины души. Да. Это большая ответственность. Да, вот мы поговорили, озвучили проблему на этом уровне, на том, ну, как бы сделать вот какого-то функционального такого вот, за тобой нет такого функционала, полномочий, механизма, вот, решения вот этих проблем. Нет, не хватает. Вы с этим сталкиваетесь или нет? Ну, если честно. Говорите, я общественник, и сразу к вам, ну, общественник. Нет, согласно нашему положению, нашему регламенту, общественных советов микрорайонов, у нас очень много, на самом деле, полномочий, больше, чем у тех же самых советов МКД, либо ТОС. Вот, мы им войдём в этом плане помощь. Вот, мы являемся общественным контролем по сдаче каких-либо объектов, к примеру, сдача внутриквартальной дороги, соответственно, мы принимаем полностью в нём участие, вот, сдача кровли дома, соответственно, тоже принимаем. Ну, вызываем независимых экспертов, чтобы вы приняли данную работу, просмотрели. Двор, в котором мы живём, допустим, опять же, смотрим в полном объёме, предоставлена данная услуга или нет. Вот, и без нашей подписи, соответственно, многие сдачи не будут подписываться. Да, а ещё какие контролирующие функции есть, Сергей Анатольевич? Что вы можете ещё проконтролировать? В первую очередь, недавно проходило заседание, Николай Иванович проводил встречу с общественными советами, и он озвучил там, что общественные советы должны войти в состав лицензионной организации, чтобы контролировать выдачу лицензии управляющим компаниям. Эту идею поддержали все. А вы как работник управляющей компании поддерживаете такую, да? В первую очередь я это поддержал, да, это нужно, это будет действительно действовать таким образом, что мы почувствуем, что какую компанию нам нужно выбрать, какая нас устраивает, какая будет выполнять определённую работу, и мы будем видеть результат от этого. И поэтому это основной, наверное, такой момент, что мы войдём именно в эти организации, чтобы осуществлять контроль за выдачей лицензии управляющим компаниям, что немаловажно в наше время. Ну, вы уже озвучили, что самая актуальная тема для вас это благоустройство. Вот если касаться непосредственно благоустройства дворов и особенно вот качества внутриквартальных дорог, качества ремонта и вообще вот ремонта, какие есть механизмы для решения вот этих проблем, чтобы двор был чистым, ухоженным и красивым, и ещё на нём там были различные там всё, что там нужно, и лавочки, и песочницы, и стоянки, и дороги хорошего качества. Вот что есть у жителей, что им нужно сделать, чтобы решить эту проблему? И в первую очередь, это, соответственно, должна быть инициативная группа. Так. Вот. Потому что многие жители, мы заметили, они хотят, но для этого мало чего прикладывают. Вот. Только на словах. Я им, когда на встрече с жителем, всегда говорю, если вы что-то хотите благоустроить дворный двор, объясняю на примере, как делается заявка двор, в котором мы живём. Она продолжает вот эту программу действовать. Люди собрались, сделали субботник, покрасили, вместе сфотографировались, сделали схему зарисовки, то есть от руки хотя бы, как они там видят, в каком количестве они хотят тех или иных объектов спортивных, или качелей, там, лавочек. Вот. И потом уже послали в администрацию с этой заявочкой. Почему здесь точно так же нельзя сделать, проявить инициативу? Потому что у соседа и есть, а у торгового нет. Другие только говорят, а другие делают. Ну, была разница только в этом. Понятно. А по дорогам, Сергей Анатольевич, вот что делать с дорогами? Тоже очень много жалоб. С дорогами всё-таки это у нас, наверное, более такой глобальный вопрос, который решаться будет, в первую очередь, наверное, на уровне городской администрации. То есть также это денежные средства должны выделяться на ремонт дорог. Вот. И конкретно по своему микрорайону я могу сказать, что в этом году будет ремонт внутриквартальных дорог по следующим адресам. Это Московское шоссе 121, Старозагоры 56 и 64. То есть эти вот три адреса, они также выиграли по программе дворов, в котором мы живём. То есть в этих же домах, в этих дворах же, также проведут работы по ремонту и наладке освещения. То есть это как бы в комплексе всё входит. Ну вот, как-то таким вот образом будет это всё происходить. Именно конкретно по нашему микрорайону. А как вы фиксируете, повышается ли активность жителей ваших микрорайонов или нет? Вот, допустим, вы уже успели начать работать, когда субботники проходили. Вот меня вот этот момент всегда волнует. Вот люди, когда выходят на субботник, это какая-то демонстрация какой-то сознательности, активности и так далее. Вот как сделать так, чтобы люди были более активными? И что изменится? Изменится ли в лучшую сторону, если люди начнут вот такую активность проявлять? Вот на ваш взгляд. Вот в этой вот массовой работе какие планы? Понятно, что там по ЖКХ, там такие проблемы общественные. Даже на примере, к примеру, встречаешься с жителями, объясняешь, что такое общественный сайт микрорайона, как можно взаимодействовать с друг другом. Вот, и приглашаешь на субботник. Вот, и люди, когда видят, что общественный сайт микрорайона, если я приехал к ним, они очень радуются в этом. Они прямо выходят, смотрят в окна, потом говорят, как молодцы, что вы при этом пришли, что вы есть. Вот, и вместе начинают красить точно так же. Ну вот, убирать территорию. На самом деле... Начинать с себя нужно, я так понимаю. В первую очередь, да. В первую очередь, да. И тогда народ поверит и потянется. Понимаете, просто люди уже во многом что-то верят, что-то не верят. Но когда они видят, что уже на месте, что кто-то что-то делается, они, наоборот, притягиваются еще больше. И, соответственно, становится еще больше. А вот, Сергей Анатольевич, кроме вот таких вот уже реальных, конкретных дел, там, по ремонту, благоустройству, такие вот массовые мероприятия, общественные, даже праздничные, вы планируете проводить? Или это в ваши задачи, вот, Совет Микрорайонов совсем не входит? Нет, как раз такие мероприятия мы и проводим. Вот, как Дмитрий уже, повторюсь, его слова, проводили субботники. То есть это массовые мероприятия у нас, они являются... Также поздравляют ветеранов, повторюсь. Праздник День защиты детей. То есть мы совместно с ТОСами, с председателями СНКД, то есть в определенных дворах организовали небольшие мероприятия. То есть, ну, по мере возможности приглашали артистов. Если не могли пригласить артистов, то просили жильцов домов, то есть кто-то проявлял активность. А больше успел и станцировал. Да, можно так сказать, да, действительно люди выходили. Кто-то с гармошкой выходил, кто-то просто с хорошим голосом, чтобы спеть там какую-то песню. То есть вот так вот все это происходило. Очень много массовых мероприятий, то есть у нас они еще и планируются. Я думаю, что мы все лето не только в праздниках будем, но и в работе тоже проводить. Да, потому что лето – это время отдыха, и люди более раскрепощенные, и, наверное, быстрее согласятся и пойдут вот на такие вещи. Следующий вопрос. Общественники могут ли повлиять на контроль денежных средств? Ведь граждане платят такие огромные деньги на общие домовые нужды и капитальный ремонт. Вот в этом отношении у вас есть финансовый составляющий, такой подход, где вы можете вникнуть и что-то там проконтролировать? Да. Общественный совет микрорайона имеет полномочия следить, за какие котировки будут проводиться, какие торги будут проводиться в данном микрорайоне, и, соответственно, проверять достоверно, та сумма или нет. Также общественный совет микрорайона смотрит, по каким тарифам платят жильцы за горячую или холодную воду, и, соответственно, потом может уже на основании этого уже предъявлять какие-нибудь претензии к управляющей компании. Вот воспользуюсь тем, что у нас Сергей Анатольевич сегодня, очень много претензий от жителей, что у них нет доступа к информации по финансам от управляющей компании. То есть они деньги платят, потом ничего не видят, куда что расходуется, сколько средств собрано и так далее. По закону есть же такое право у жителей? Да, есть. А почему управляющие компании, это наивный, конечно, вопрос, скрывают? И в вашей управляющей компании как обстоит дело с этим? Ну, в нашей компании обстоит это дело так, что любой житель может по требованию, по письменному заявлению обратиться. Ага, нужно письменное заявление от жителя? Ну, конечно, да, написать жителе, да, чтобы объяснить причину, потому что я хочу поинтересоваться, куда расходуются наши денежные средства за определенный вид услуг. А основание, какое должно быть для такого вот интереса? Основание, оно даже может быть без основания. Во-первых, мы отчитываемся ежегодно перед своими жителями о том, куда расходуем денежные средства с определенного, например, дома. То есть это входит в наши обязанности. Это четко прописано в договоре. Понятно. А ваша управляющая компания прошла лицензию? Да. Лицензирование? Да. Одна из первых. Значит, действительно, не скрываете финансы. Я также дополню, что, в принципе, любой председатель МКД, квартирного дома, как бы, может позвонить и написать заявление, как вот, к Сергею, да, и ему спокойно ответят. Угу. Следующий вопрос от Светланы Викторовны. У нас двухэтажка, улица Севастопольская, 54. Я сама двор благоустраиваю. Помогите мне получить кустарники. Вот с такими вопросами типичными к вам обращаются? Если это к вам относится, адрес к вашему району. Ну, это не к нашему району. Ну, на примере, да, ваших, вот куда обратиться? Ну, такими вопросами обращаются. Вот буквально вчера с утра ко мне житель Старой Загоры, 72 дома, обратился, она, вернее, обратилась в ТОС, но мы встречались как раз вместе с председателем ТОС. И был такой вопрос. Помогите, пожалуйста, с цветами для газона. Ну, мы, конечно, не оставили это без внимания, как бы, эту проблему. Мы вместе с председателем ТОС пошли в обычный магазин, купили семена цветов, принесли и в качестве подарка вручили жителям просто, что вот действительно, чтобы двор был благоустроен. Ну, это, я еще раз хочу сказать, это, ну, не благотворительность, это, ну, чисто вот по-человечески, потому что хочется людям все-таки помогать не только словами, но и делами определенными. И житель остался довольный. То есть сегодня я проехал мимо этого дома, смотрю, уже вышли и уже посадили цветы. Да. То есть как бы... Все-таки еще раз подтверждение, что начинать нужно с себя, да, начинать, и тогда люди, конечно, видят, что вам все это небезразличное, откликается. Еще такая проблема существует во дворах, как освещение территории, да, дворовой. Кто-то там что-то подвешивает на какие-то козырьки, еще что-то. А вот вообще, как комплексно можно решить эту проблему функционально. И у вас есть для этого какие-то полномочия? Вот если к вам жители придут, скажут, вот мне кажется, что темно, боюсь домой ходить. Вот что можно сделать по освещению территории вашими силами? Ну, также, смотрите, если житель хочет сделать свою жизнь светлее в этом плане, они точно так же собираются с этого квартирного дома, пишут заявление, вот, желательно, чтобы был кворум, то есть 50 плюс 1, но согласно положению общественного сайта микрорайона, то есть не менее 30 подпись по данному заявлению, чтобы это было не важно только одному человеку. Чтобы это была действительно инициатива жителей. Мы, соответственно, эту заявку уже подаем в город свет и в администрацию, точно так же и контролируем, и проверяем, насколько должно быть освещено данной территории. Понятно. Ну вот сейчас лето. Какие мероприятия у вас уже запланированы на ближайшее будущее? Чем вы будете заниматься в рамках своей общественной деятельности? Может быть, даже хотите куда-то пригласить на какие-то мероприятия жителей своих районов? Что у вас есть уже в таком активе? Разрабатывайте. В ближайшее мероприятие я хочу пригласить всех жителей, не только нашего микрорайона, но и жителей города. Это 25 июня у нас будет проходить праздник День молодежи в парке Гагарина. В 16.00 вечер, открытие, так что все жители могут прийти, поучаствовать в всевозможных мероприятиях, то есть послушать концерт, то есть насладиться прекрасным воздухом, то есть получить море позитива от этого мероприятия. Понятно. А Дмитрий Владимирович, а у вас что, какие мероприятия? Я хочу пригласить тоже 25 июня в школу номер три на Фадеева. Будут проходить финальные встречи по лету с футбольным мячом. Вот мальчишки с 10 по 14 лет не будут играть в футбол и выходить уже на другой групповой этап. Да. Кстати, вот ваш общественный совет, микрорайон называется «Ипподром». Недавно прозвучала такая информация, что остановку собираются переименовать или уже даже переименовали. Как вы к этому относитесь? Вы не собираетесь тоже свое название переименовать вслед за остановкой? Нет. А как вообще? Это же тоже инициатива, да? Получается, горожан или чья? Да. Ну, это инициатива. Ваше общественное мнение, что вы слышите? Люди как поддерживают такую инициативу? Ну, скажем так, это инициатива верующих христиан. Вот я уважаю их мнение в этом плане, но я просто скажу свое мнение по этому поводу. У нас на этой территории находится ипподром «Арена», то есть знаковый спортивный комплекс. Тем более все знают, я думаю, ипподром «Арена», вернее, ипподром, то есть на слуху. Да, конечно. Хотят переименовать вроде как на Благовеченский храм. У нас также находится на этой территории ТОС «Ипподром». И, соответственно, ему тоже является ОСИМ номер 14 ипподром. Ну, как бы, хотелось бы, конечно, оставить. Понятно. Следующий вопрос. Чьи деньги вкладываются в помощь, которой вы отказываете, откуда вы их берете, Сергей Анатольевич? Это же тоже нельзя, невозможно без денег что-то там организовать, какие-то мероприятия там тоже покрасить или что-то еще? Ну, конечно, деньги мы, если касательно предыдущего случая, да, то я потратил свои личные деньги. Ну, вы все время же не можете. Ну, да, я все время, конечно, не буду делать, но, скорее всего, это будет привлекаться, либо, скорее всего, она из городского бюджета будет выделяться какие-то определенные денежные средства на определенные какие-то деятельности работы. То есть пока вопрос с финансированием такой общественной организации, как Общественный совет микрорайона, не решено? То есть пока все только на общественных началах? Да, пока все на общественных началах. То есть если что-то мы в этом плане планируем, то мы собираемся с сайтом микрорайона и с жителями, то есть если, соответственно, они тоже это могут, если не могут, мы, в принципе, сами помогаем в этом отношении на данный момент. Да, вот денег спонсоров каких-то крупных предприятий не планируете, вот есть ли какие-то серьезные дела? Мы сейчас работаем в этом направлении, потому что все-таки, да, без денег в наше время вряд ли что-то можно... Конечно. А территориально, вы как-то обозначены, вас могут люди найти? Вот есть вывески там, допустим, у вас новая общественная организация, а как вас найти? Вот, допустим, сегодня посмотрят, жители скажут, заинтересовались, пойду-ка я со своей проблемой. Куда? У вас есть это, да? Да, есть. Вас можно найти. Да, можно найти. На территории микрорайона. На территории микрорайона, я могу сказать адрес, а это Московское шоссе 107, это помещение, дом управления. И у вас, Дмитрий Владимирович? У нас это Новосадовая 381А, это ТОС-Ипподром, а также это ТОС-Перилоприволжский на Георгии Димитровой и ТОС-Метеоцентр. То есть при желании можно найти. Спасибо огромное, что пришли, рассказали о своей общественной работе. Всего хорошего, успехов. И вам спасибо за внимание и активность. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok